приветствую вас друзья дмитрий флегантов вновь с вами экстренный выпуск сегодня все планы по боку еду в волокду привезли к нам лады niva travel в два сразу салона в два дилерских центра официальных вот если сегодня сейчас все получится то покажу вам все в подробностях в общем не буду тянуть едем короче будем сейчас пытаться проникнуть туда на парковку дилерского центра и осмотреть новинку подробнейшим образом все вперед мы у дилера автоэкспресс находимся волокда улица железнодорожная спасибо им огромное пошли навстречу кстати говоря вот старый автомобиль а вот стоит новые обновленные пошли навстречу даже мне дали ключик вот чтобы мы с вами сегодня эту машину все осмотрели как следует честно говоря не ожидал но вот согласовали вот давайте начнем внешний осмотр вот так вот выглядит нас морда вот это вот машина белая машина белая я хочу черную вот белая конечно тоже выглядит довольно таки симпатично это у нас максимальная комплектация это у нас комплектация обычная то есть не внедорожная не 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 оффро от которая вот она пожалуйста смотрите сбоку вот вид ну и задняя часть обращаем внимание новые вот эти фонари светодиодные и ну тут в принципе особых изменений нет кроме фонарей под только бампер новый видите вот давайте его осмотрим вот он у нас такой бампер и вот тут вот друзья вот форсунка омывателя камеры очень важная штука в наших реалиях внедорожных новый боковой обвес вот смотрите то есть раньше раньше это выглядело вот так вот теперь это выглядит вот так вот и вот эта морда она стала выше выше чем тут чуть-чуть вздернутая такая так ну что давайте откроем автомобиль откроем автомобиль откроем автомобиль открыли и заходим внутрь их ох запах новой машины запах новой машины лично свеженько новенько так давать запустим мотор посмотрим что тут есть так на нейтрале стоит печка отключим так по запустилась с пол т.к. с пол т.к. запустилась ну по шумам вот как сейчас вот запуск произошел до двигатель в принципе то же самое что и в той нее то есть по шумке я вот сейчас по шумке моторного отсека в принципе идентично на мой взгляд все это произошло так давайте откроем капот посмотрим на двигатель сейчас посмотрим самое то главное вот эта морда новая так где тут кочерга на стандартном своем месте кочерга на стандартном своем месте находится и вот мотор вот новенький без пробега сейчас абсолютно сегодня машины приехали значит здесь у нас есть шумоизоляция здесь также вот шумка моторного отсека но по двигателю все тоже самое то есть здесь как бы изменений то никаких нет а как вот решена вот эта вот часть передняя это интересно то есть морда то тут новая у нас абсолютно вся вот и давайте посмотрим у меня шнивы не было поэтому смотрите у кого была подмечайте какие тут произошли изменения блок abs видим и спи пока тут не появилась у нас бачки бачки бачок гура усилитель тормозов сцепление бачок как обычно внизу бошевский бошевский насос гура так кондиционера компрессор внизу ну и тут у нас помылайка и расширительный бачок абсорвер бошевский бошевская сделана в германии дроссельная заслонка но это тоже так же все как и было новые фары давайте посмотрим вот они дневные ходовые появились видите сразу включаются но по свету по мощности сейчас ничего сказать нельзя потому что день у нас так решетка радиатора вот смотрите вот такие вот ячейки такие вот ячейки ну так вот это выглядит палец проходит так противотуманки две проушина буксировочная кстати говоря вот они и по подвеске здесь ничего не изменилось все ребята то же самое вот новый бампер вот это внизу губа пожалуйста ну и штатная защита редуктор и металлическая защита толстая довольно-таки довольно-таки так открываем хапот накладочки появились чисто декоративные зеркала вот они вот так вот сбиваются складываются так давайте по по опциям сейчас посмотрим так значит стекла запотели надо включить вентиляцию обдув на лобовое стоит это в ноги и на меня то есть тут можно это дозировать все нормально ну поставим на лобоуху пусть отпотевает так мультимедиа давайте включим не нажало а вот запускается вот она мультимедиа радио сразу включилась так радио громкость и траволуни общественный транспорт и вот еще травунник чувак который разбирается в травах сейчас на связи у нас Дмитрий из Москвы привет ты тоже классные варианты придумала мне понравились больше всего так 30 это максимальная громкость праволуни это правая сторона луны слушайте ничего не трещит ничего не трещит то есть вот это все достаточно виброизоляции нормально по виброизоляции вернее вот видите я стучу тресков нет так стеклоподъемники работает козырьки ну тут зеркальца нет чисто кармашек давайте громкость уберем так тут зеркальце есть так тут у нас светодиодный появился плафон светодиодный до этого вот первое изменение по салону были лампочки накаливания а теперь у нас значит подсветка светодиодная так вот в этом положении должен он включаться сейчас вежливый свет посмотрим видите медленно гаснет ага светодиоды видите на камеру мерцает этот чисто на камеру так ну и здесь у нас тоже смотрите новый плафон со светодиодами ярче светят чем лампочки накаливания в обычной ладе ниве старое имеется в виду так ну по салону ребята все тоже самое качество отделки тоже на уровне все ровное значит этот пластик вот кстати говоря мягкий вот эта старая торпеда еще ну здесь то ничего не обновилось то есть здесь все здесь все по старому в принципе осталось так большой бардачок без подсветки но охлаждаемый у нас перчаточный ящик вот открывается тут заслонка и у нас оттуда идет прохладный воздух так значит здесь кстати говоря да еще давайте-ка посмотрим еще видите все предпродажную никакую подготовку машина не проходила только с автовоза еще еще не вытерто нигде пыль это рециркуляция это полностью управление как бы мультимедиа системой но она с тачскрином то есть тут мы можем и здесь это все управлять для навигации нужно sd-карту туда как бы закачивать это все по блютусу соединение с телефоном у нас есть приложение вот e-link то есть смартфон можем подключать вот можем подключать смартфон и смотреть тут все что хотим youtube там ну все что угодно браузер вывести навигатор опять же и так далее так выход вот то есть функционал достаточно богатый камера кстати говоря заднего обзора давайте сразу посмотрим вот она камера с парктрониками 4 датчика у нас сзади установлены ну и богатый набор настроек богатый набор настроек вот все это так динамических линий не появилось по-прежнему не появилось коробка кстати давайте проверим как коробка переключается ну слушайте вот вот пожалуйста отличное переключение так по раздатке давайте тоже проверим по раздатке тоже вот нормально блокировка включится сразу ребята они это сделали что ли раньше помните как блокировка на нее включалась ну-ка здесь блин смотрите она включается сразу во так так давайте ручник проверим с с ну слушайте очень легкий ручник с срабатывает хорошо так подлокотник но здесь ничего не изменилось превращается легким движением подстаканник для заднего ряда а у меня тут он как обычно как обычно короче здесь все как обычно так давайте посмотрим ширину салона вот видите вот такое вот расстояние но ширина как в патриоте друзья это я уже измерял я показывал вам рулетка измерял в патриоте ширину и здесь патриот крайне просторная машина здесь тоже как мы видим просторно так что еще вам рассказать бортовой компьютер давайте посмотрим что-то изменилось или нет у него в показаниях вот сейчас температура минус 5 на улице так время но время надо выставлять вольтаж 30 13.7 сейчас так и все ничего тут больше нет как то есть как и было так подогрев лобового давайте проверим вот он работает у нас вот кнопочка вот нити вот давайте посмотрим сейчас как это все у нас хозяйство оттает насколько быстро потечет так ну что здесь еще у нас есть кондиционер у нас есть обогрев зеркал зеркал электрообогрев зеркал и обогрев заднего стекла у нас тоже есть вот но это противотуманки а это управление светом значит вот тут у нас корректор фар и яркость яркость панели ну надо свет включить вот видите включил свет кстати смотрите включая свет у нас увеличиваться вернее уменьшаться яркость мультимедиа видите вот я нажимаю на кнопочки видите и автоматически яркость падает а тут наоборот зажигается подсветка и сейчас у нас максимальная яркость вот смотрите плавно плавно можно уменьшать яркость подсветки но это все было в принципе оно и осталось о подогрев заработал вот смотрите все потекло видите вот так вот ну-ка активируем дворники смахнем вот все видите это максимальная скорость дворников значит на свою я буду датчик дождя устанавливать чтобы для комфорта видите вот так вот такие вот дела так что еще вам показать ну аэроглонас это вы знаете так а кстати задний плафон сейчас вот дверь открой зажгется нет задний не зажигается только при открытой двери только передний значит дальше поехали дефлекторы вот кстати говоря не расхлябанные плотно плотно двигаются вот я сейчас вот видите не знаю на камеру передастся это усилие или нет но вот они такие мягко и плотно двигаются очень очень как бы очень это неплохо стало здесь тоже аналогично то есть я не думаю что они разболтаются со временем пластик по ходу дела изменился или туда что-то добавили какую-то шайбу может потому что вот такое ощущение как будто там резиночка стоит и она не дает пластик-то вроде тот же жесткий такой ну в общем вот так значит дальше идем внизу есть карманы на картах как обычно мягкая вставка вытереть грязь так значит 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 вот подогрев сидений есть давайте попробуем погреть мой зад включил так лобоуху выключаем сейчас скажу как быстро нагреется вот я сейчас включил да и будем смотреть кстати немножечко прибавим тепленького воздуха вот прибавим все нагрелось выключаем один как бы один диапазон греться сразу честно говоря вот у меня вести три да вот этих вот режима но и я пользуюсь только максимальным а я а3 я не знаю зачем раньше я думал что в этом есть какая-то польза а сейчас убедился что пользы нет так электро привод зеркал у нас вот видите джойстик поворачиваем допустим правое зеркальце вот оно у нас вот оно у нас двигается да поворачиваем сюда вот у нас левое двигается вот вот так вот так тепленькая пошла да машина прогрета все так я сижу значит как вот сижу я удобно комфортно в принципе настроено уже сидение нормально есть у нас лифт есть у нас соответственно как обычно вот это вот есть вперед-назад регулировка есть у нас поясничный упор который имеет не фиксированное положение а барашек вот как вам надо в общем вы точно так и настроите как вам требуется центральный замок значит что все двери изнутри заблокировать следующим образом вот так вот раз нажимаем и все заблокировались вот смотрите сейчас поднимаю раз и они разблокировались то есть вот так это здесь делается дальше значит идем дальше выхлоп послушаем и заглянем вниз вот кстати вот светодиодные смотрите фонари они красные но на камеру какие-то не знаю оранжевые какие-то на самом деле красные вот они так вот выглядят слушайте ну это симпатично я вам скажу полностью светодиодная оптика вот видите диоды так давайте вот кстати буксировочная тоже проушины здесь и вот здесь вот подсветка горит номерного знака и вот выхлоп вы можете слышать глушитель у нас днище все обработано антигравием как вы видите вот вот у нас задний мост вот у нас вот такой вот вид под днищем товарищи датчики АБС вот видим системы эко нормы евро 5 ничем не пахнет выхлоп выхлоп и тихо работает приятно заглянем в багажник теперь так но здесь у нас все тоже все так же так это крепится таким образом здесь можно опционально установить динамики в этой машине в максималке только две колонки спереди но я думаю что этого в принципе хватит но можно сюда воткнуть дополнительные вот подсветка здесь подсветки нет баллонник тут домкрат здесь закреплен больше тут ничего нет так вот такой вот войлок звукоизоляция пожалуйста ух ты ребят ну-ка ну-ка а вот это интересно смотрите как обработано это все залито виброизоляцией посмотрите во вот это классно слушайте вот это классно здесь нет а вот это да то есть шумов тут не будет вот это здорово одобряемся так вот 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 полочка защелкивается и не гремит при езде так сиденье не защелкнуто защелкнем его сюда мы вайка для заднего стекла заливается и дверь вот она так закрывается с приятным звуком заливная горловина ничего не без замка вот у нас пробка так ну ладно это сделано это хорошо так ворсовые локеры ворсовые подкрылки сзади а здесь пластик а нет а тут ворс две половины смотрите здесь часть вот такая пластиковая а здесь ворсовая вот так вот так вот это выглядит значит по поводу ступичных подшипников честно говоря не знаю какие здесь регулируемые или нерегулируемые без понятия брызговики установлены кстати так ну что попробуем наверное на ней прокатиться сейчас я сяду за собой в машину сяду я за собой мой рост составляет метр восемьдесят ух и вот размещаясь я следующим образом за собой то есть так подголовник поднимаем и вот так вот я устраиваюсь вот так вот я сижу друзья в принципе нормально тут у нас весла но если есть кондиционер я не знаю зачем открывать окна сзади да и спереди то в общем то тоже я никогда этим не пользуюсь у меня климат-контроль все в итоге нормально так тут у нас ящик бокс там у нас usb разъем вот здесь подстаканники и вот так подстаканники у нас делается есть карманы есть карманы вот сзади как-то все оформлено но все аккуратно я уже это отмечал то есть стабильность качество присутствует это радует так давайте прокатимся немножко давайте прокатимся и попытаемся понять изменилось ли что-то в движении этом автомобиле так включаем переднюю первую передачу так и едем ну что по подвеске так тоже самое я ощущаю сразу вот сейчас назад ну понятно мы на трассу не поедем машина ничего не зарегистрировано только-только вот с автовоза ее сгрузили вот 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 едем мы в общем шумов так же не слышу я от трансмиссии никаких все все у нас нормально с этим самым так шумами надо конечно на трассе еще будет потестить мы с вами это сделаем на трассе мы эту машинку тоже погоняем как только будет такая возможность у камеры хорошее качество и хороший обзор вот это радует это хорошо так паркуемся наше место так ребята ну все вроде бы все я вам рассказал значит две подушки безопасности тут и тут ремни ремни с преднатягом они в общем с преднатягом то есть когда подушки срабатывают ремни туда втягивает механизм пиропатрон срабатывает ну и эроглонас соответственно автоматически тоже связывается при ДТП так давайте посмотрим еще не изменилось ли количество оборотов до крайней точки до крайнего выверта колес значит вот руку сюда ставлю на середину раз оборот полтора оборота от среднего положения то есть от края до края три оборота руля это совсем немного это вообще это отлично дворники 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 у нас работают видите как чистят хорошо но я бескаркасное пожалуй поставлю когда свою куплю ну вот друзья я вам в принципе то наверное все и показал то есть больше здесь добавить нечего кстати омывайка есть омывайка есть заправлена а как у нас активируется интересно задний обмыв так друзья я не знаю честно говоря давайте попробуем а во во смотрите вот брызгает брызгает струйка на камеру но там надо я так понимаю форсуночку подстроить что-то она такое ощущение что мимо сейчас струя бьет а за закончилась это омывайка омывайки нет но чуть-чуть хоть побрызгали и то хорошо вот друзья вот так вот вот такая вот машина ничего я то черненькую хочу конечно оффро от комплектации вот ее и буду ждать сейчас пойду чтобы как-то это самое заказать попробовать все это хозяйство ребят решил я вот здесь вот еще по снежной тут целине немножечко покататься давайте попробуем это сделать вот и так у нас сейчас чего получается прямая напрямой ну не знаю ну блокировку включим давайте кстати блокировка сразу опять включилась как я вам говорил попробуем тут вот напрямой смотрите вот прет по снежным этим самым мы 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 и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть были нарекания, что вот сюда, вот в этот зазор снег набивается. А тут вот такое есть. Ну и вот здесь вот тоже уплотнитель идет, то есть полностью... Тоже как бы приятное дополнение. И вот здесь вот, кстати говоря, были нарекания у старой шнивы, что вот туда стекает вода и внизу замерзает. Давайте-ка посмотрим, а как тут это реализовано. Ну вот допустим, да, вот течет туда, вот там течет и... И утекает куда-то туда, по идее. Потому что я здесь, так честно говоря... Так... Слушайте, ну должно вытекать, по идее. По-моему... По-моему тут изменилось немножечко. Посмотрим. Так, короче, я тут потыркался немножко. Сейчас должны выехать, по идее. Сейчас я вам это покажу. Так. Опа! Во! Отлично! Вышел. Так, давайте-ка посмотрим, где я тут. И разрядилась камера на самом интересном месте. В общем, короче, вот. Сел я вот здесь вот. В общем, тут, ребята, галимый лед. Под этой самой подплощадкой. На брюхо еще сел. Но, как вы смогли заметить, я вышел отсюда своим ходом. Чему крайне рад. Вот еще раз вам автомобиль со стороны. На камеру телефона на этот раз снимаю. Кстати, для масштаба. Вот я метр восемьдесят. Вот я стою рядом с машиной. То есть вот. Высота. Высота автомобиля. Достаточно высоких. Но залезать удобно. Несмотря на это. Так, и мы с вами. Ой, сцепление я забыл выжать. Так, едем назад. 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 Куда-то я там. Ай, блин, на ручнике трогаюсь. Я думаю, что эта машина не едет. А вот оно в чем дело. Ну вот. В общем, едем. Едем. Значит, автомобиль этот тестовый, друзья, будет. Поэтому не переживайте. Не переживайте. Все. Все в порядке. Спасибо дилеру автоэкспресс в очередной раз. Вот видите, кстати, мультимедиа у меня отключена, а камера все равно включается. Тоже такой нюанс отмечу для вас. Короче, мне машина понравилась. Как внешне, так и на ходу. Ну, что тут удалось? Парктроник пищит. Что тут вот удалось оценить? Так, блокировку отключаем. В общем, вот, друзья. Ну что, глушим. Глушим. И что я вам хочу сказать. Вот мы с вами увидели самый доступнейший внедорожник на нашем российском рынке из новых машин с постоянным полным приводом. Дешевле просто нет. Сейчас я вам озвучу цену на эту машину. Вот кричали тут разные хейтеры. Там будет миллион цена, а то и больше. Там все. Провал там. Как они могут. Вот, а кто это все раздул? А раздули недобросовестные разные блогеры, которые любят получать просмотры просто так, ни на чем. Вот, 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 борода тут кричал про эту Ниву. Не видел ее еще машину, не видел, да? А уже и цену назвал, и все, и так далее. И он тут в основном-то, конечно, наверное, поспособствовал вот этому вот крику. Но, друзья, цену я сейчас вам назову вполне официальную. Я уже заказал себе машину, знаю ее цену. Так вот, цена, друзья, в максимальной комплектации оффроуд, то есть со шноркелем и на злой резине, цена 905 тысяч рублей, друзья. Я всего лишь на 20 тысяч примерно дороже, чем вот предыдущая Lada Niva, бывшая аж Нива. Вот так. Ну, соответственно, все цены известны других комплектаций. Вот, пожалуйста, плюсуйте 20 тысяч и примерно будете иметь представление, на что ориентироваться. Это уже не секрет, вот я вам цену озвучиваю. Это все, это цена. Ее пока вы на сайте не увидите, но я уже ее увидел. Так что, потому что я машину уже заказал. Я ее заказал, причем, первый практически. Вот так вот. Ну, а привезут ее где-то в марте, в первую неделю марта, наверное. Раньше никак. То есть, то, что к дилерам прибыло, это, ну, младшая комплектация, либо тестовые машины. У нас, по крайней мере. То есть, из имеющихся я себе купить не могу. Мне нужна черная машина, потому что черный цвет этому внедорожнику просто очень-очень сильно идет. Я вот там проходил, ну, в общем, на стоянку к дилеру. Там еще черная была машина, но она младшей комплектации. То есть, я ее не снимал, она без рейлингов. Вот. Она черная. И вот, если для Весты, на мой субъективный взгляд, белый цвет идеален, то для Нивы Тревел это черный металлик. Это вообще, она очень-очень красиво в этом свете смотрится. Я вот абсолютно верный сделал выбор. Ну, вы это увидите. То есть, будем, вот как куплю, я еще буду делать обзоры на Тревел. То есть, перед тем, как я куплю машину, да, вот сейчас у меня будет время еще покататься, чтобы, ну, более как бы детально понять, как эта машина едет. Вот сейчас я различий не ощутил, но мне надо по трассе прокатиться, потому что я смотрю, вот шумоизоляция там, конечно, такая, развитая довольно-таки. Вот. Трансмиссионных шумов также не услышал. Ни мост, ни раздатка, ни коробка. Вот. Я на тестовых не слышал. То есть, тестовые с разными пробегами. Вот мои предыдущие тест-драйвы на предыдущих Нивах, там уже шума этого не было, трансмиссионного. И здесь тоже его нет. Ну, и понятно, собственно, что его тут нет. Вот так. То есть, еще мы потестируем, пока ждем. Вот. И стабильность качества посмотрим. То есть, качество отделки. Вот предыдущую Ниву я смотрел несколько машин в салоне, что находится в наличии и так далее. То есть, там я вижу стабильность. И посмотрим, соответственно, на тревел. Как она вот, новая машина, как собирается. Есть ли какие-то агрехи там или нет. Вот такие дела. Так что, друзья, вот я вам исчерпывающую дал информацию. Все теперь известно. Про автомобиль. Как он выглядит. Сколько стоит. И так далее. А на этом говорю вам до свидания. Всем пока. И до новых встреч на канале. Ну и, в общем-то, еще раз вам напоминаю. Те, кто там любит ругать Ниву. Автомобиль просто вне конкуренции. Другого вы, другого вы ничего не найдете. Аналогичного. Просто нет. Не из новых машин и БУ. Так же точно. Ничего подобного на рынке не бывает. Если какой-то хлам совсем убитый, который вы будете долго и упорно ремонтировать. Вложите туда кучу денег. И в итоге-то как бы все равно выйдете на сумму не очень приятную. А здесь и ремонт дешевый. Машина в обслуживании дешевая. И стоит она, как вы убедились, совсем немного. Поэтому для меня, для моих целей это просто идеально. Все, закончил.